Сегодня жители столицы отмечают День города. И в честь этого замечательного праздника мы подготовили для наших читателей видеообзор книжных изданий о Москве. Москва – один из самых красивых городов мира с богатой историей и разнообразной архитектурой. Ни одно поколение авторов объясняется в любви этому городу в песнях, стихах и романах. В нашем видео будут объединены самые теплые и добрые книги о родной Москве. Книга «История Москвы» написана Натальей Еремельченко из серии «История России» для среднего и старшего школьного возраста. В увлекательной форме рассказывает о становлении столицы России с древнейших времен до наших дней. Лаконичный текст и хорошие иллюстрации сделали эту книгу популярной среди школьников. «История Москвы» Дунаева Юлия Александровна написана в форме путеводителей по истории Москвы для школьников. Как менялся город на протяжении своего существования, какие события в нем происходили, что за люди жили, чем они занимались, Ответы на эти и другие вопросы можно найти в этой книге. Книга о старой Москве. «Сполошный звон» крупнейшего русского писателя Юрия Марковича Нагибина рассказывает об истории Москвы, ее архитектуре. Старинные здания наполняются историями жизни их прежних обитателей. Большой знаток Москвы автор проводит читателя по ее древним улицам и площадям, сопровождая эту прогулку с охватывающими рассказами и личными воспоминаниями. Книга будет интересна шутокому кругу читателей, еще и благодаря богатейшему иллюстративному материалу. Зачем на Кремлевских башнях появились шатры? Откуда взялись названия Серебряного, Калашного и Гранатного переулков? Почему под некоторыми московскими мостами нет рек? Почему пожарные с Мясницкой никогда не ездили на гнедых лошадях? Какие сладости выпускали на фабриках Сиу, Абрикосово и Эйнема? На ком ехать быстрее – на Ваньке или на Лихаче? Как устроена московская монорельсовая дорога? Каких зверей можно встретить сегодня на Лосином острове? Ответы на эти и множество других вопросов о самом большом, таинственном и богатом городе России юный читатель найдет в книге «Москва. Столица России», написанной лучшим знатоком Москвы Алексеем Митрофановым, писателем, публицистом, краеведом и телеведущим. В книге «Прогулки по Москве» Сергея Мохотина вместе с автором мы смотрим на главный город России через призму времени, знакомимся с людьми, чьи имена остались в истории столицы великого государства. Старые и недавние фотографии, карты и схемы, реконструкции и предметы быта помогут юному читателю узнать историю Москвы, полюбить ее современный облик. «Москва для детей» Натальи Андриановой – это научно-популярное издание для младших школьников. И не просто книга, а самый настоящий путеводитель по Москве для детей. С ним ребята смогут отправиться в увлекательное путешествие по Кремлю, Китай-городу, Тверской улице, Арбату, Бульварному кольцу, Поклонной горе, по туристическому деловому центру Москва-Сити, а также посетить известные парки и многие другие прекрасные места российской столицы. Хорошо ориентироваться в городе школьникам помогут красочные карты и схемы московского метро. Кроме того, в путеводителе собрано множество разнообразных заданий и головоломок, с которыми узнавать город станет еще веселее. Буквальная Москва – это путеводитель по достопримечательностям Москвы для детей от А до Я в компании двух милых котиков – батона и бульона. Красивые иллюстрации, краткое описание достопримечательностей в доступной для детей форме, а также котики-путешественники на страницах книги обязательно заинтересуют ребенка. Москва – город чудный, город древний, чудеса архитектуры. Познакомят читателей с наиболее известными шедеврами архитектуры Москвы, созданными лучшими зодчими мира. Книга содержит богатый иллюстративный материал, что делает ее прекрасным наглядным пособием для изучения архитектурных и исторических памятников столицы. Москва – это не просто город с богатой и интересной историей. Когда мы говорим о нем, мы представляем не только живописные улицы и широкие проспекты, но и людей, живущих там. Именно люди и связанные с ними воспоминания создают образ столицы и делают его живым и наполненным. В книге «Старая Москва» избранные рассказы из былой жизни первопрестольной столицы литератор и журналист Михаил Пыляев в конце XIX века собрал и извлек изобвение мелочи московского быта и пустяковые анекдоты, которые сегодня сверкают, привлекая внимание любителей старины, как драгоценные камни. Перед вами богато иллюстрированные издания записок феноменального знатока прошлого, без преувеличения настоящего энциклопедиста Старой Москвы. В книге Михаила Вострышева «Московские обыватели» – жизнеописание московских жителей, прославившихся своей ученостью, чудачествами, полезными делами и благими намерениями. Это издание из серии «Жизел» – верный помощник тому, кто хочет глубже познать историю России и ее древней столицы, ибо через занимательные документальные рассказы о москвичах XVIII, XIX и XX веков врачах, иконописцах, меценатах, музыкантах, журналистах, фабрикантах, педагогах, юродливых ушутах во всей полноте и живописности предстанет ее облик. О многих персонажах современный читатель даже не подозревает, так как о них за последние 80 лет не написано ни строчки. Книга Бабенко «Кто живет рядом с нами» Рассказы о животном мире Москвы Книга адресована первоклассникам для ознакомления с животным миром столицы и получения первоначальных знаний о ее природе и экологии. В книге дана развернутая характеристика животных Москвы – зверей, птиц, земноводных, рыб и насекомых. Особое внимание уделено представителям первых двух классов, так как они – наши самые доступные для непосредственных наблюдений соседям. В книге представлены также советы юным натуралистам о том, как и за какими видами животных удобно и эффективно проводить наблюдения в городских условиях. В книге Людмилы Ефремовой «Москва в произведениях художников» собрано множество картин, как хорошо известных широкому кругу читателей, так и достаточно редких. Москва – это сердце и душа нации, символ всей России. В произведениях изобразительного искусства она предстает во множественных отпечатках личных чувств и концепциях художников. Эти субъективные краски, прирастая к московским достопримечательностям, пробуждают в нас удивительно емкие ощущения, обращая не только к истории, но и к памяти собственной души, пробуждая в ней заветные струны. В сборнике «Русские поэты о Москве» собраны стихи, написанные о столице нашей Родины поэтами разных эпох, от далекого XVIII века и до наших дней. Порой торжественные, порой трагические, часто светлые, но всегда прекрасные и добрые. Эти стихи научат школьников любить Москву и любить поэзию. Книга «Наша древняя столица» была написана к 800-летнему юбилею Москвы и после этого несколько раз переиздавалась. Автор Наталья Петровна Кончаловская посвятила более 15 лет работе над этой книгой. Поэтической форме предстаёт перед читателем важнейшие исторические события до Петровской эпохи и картины жизни и быта наших предков-москвичей. Кирюшины сказки о Москве Кирюша – маленький мальчик, сын художника Сергея Заграевского. Кирюша очень любит сочинять сказки. И вот, гуляя с папой по Москве, он решил каждый месяц придумывать по сказке об этом прекрасном городе. Всего сказок получилось 12. И к каждой Кирюшиной сказке его папа написал по картине в таком же радостном, тёплом и светлом стиле, как рисуют дети. Книга предназначена для детей дошкольного возраста. «Москва и москвичи» – знаменитая книга Владимира Гелировского, описывающая традиции, быты, нравы Москвы второй половины 19-го – начала 20-го столетия. Гелировский был, несомненно, одной из ярчайших фигур в Москве конца 19-го – начала 20-го столетия. С него Репин рисовал одного из запорожцев, пишущих письмо турецкому султану. Он был не только московской легендой, но и летописцем Москвы. Сборник очерков «Москва и москвичи», названный «Энциклопедией русской жизни рубежа веков», впервые был издан в авторской редакции в 1926 году. История повседневности под пером Гелировского, несомненно, является наиболее колоритной историей из всех, рассказанных когда-либо о Москве. «Московский роман» – это собрание так называемой московской прозы известного столичного писателя Владислава Артемова. Его герои, оказываясь на перепутье житейских обстоятельств, раскрываются перед читателем с самых неожиданных сторон. Автор – признанный мастер остросюжетной интриги. Тайны, которые он предлагает разгадать вместе со своими персонажами, будут держать читателей в напряжении до самого конца. Это лишь малая часть книг о Москве из фонда нашей библиотеки. Мы от всей души поздравляем всех москвичей с праздником и приглашаем посетить нашу библиотеку и выбрать себе книгу по душе. До свидания, до новых встреч!